Христос воскрес, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Пасха. Следы крови на косяках наших дверей. Спасение и следы крови пасхального агнца на косяках наших дверей нашей жизни. Очень интересно, но те следы крови на косяках дверей в день Пасхи и Суда до сих пор видны в жизнях людей. И эти следы показаны в Ветхом Завете, в Новом и прослеживаются в книге Откровения. Давайте посмотрим, как это было раньше, как сейчас и как будет День Господень. Бог нас, тех, кто искренне пришел к Богу с истинной молитвой покаяния, верой в Иисуса Христа, прощает нам грехи наши, очищает нас от грехов и исполняет нас Духом Святым. Наполняет нас Духом Святым, и мы теперь призваны к вечному наследию и получили обещанное Богом, под ведением и присутствием Духа Святого. Мы отмечены печатью Духа Святого, нашим Небесным Отцом. И в День Господень печать кровь Иисуса Христа дает спасение до конца времен и жизнь в Царстве Божьем. Следы крови Агнца в Ветхом Завете. В постановлении, которое Бог давал израильскому народу, Бог сказал такую фразу. Откроем книгу «Исход» 12 главу, стихи с 12 по 14. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь! И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Исход 12 глава, стихи с 12 по 14. Бог сказал, что в определенную ночь он пройдет по земле египетской и произведет суд. Будут поражены от скота до человека, и лжебоги египетские не останутся без наказания. Но кровь пасхального Агнца на косяках будет знамением для Бога, и наказание, поражение, суд не коснется этого дома, и не будет язвы губительной в этом доме. Знамение крови спасает дом, семью, от суда Божьего. Бог сказал, «Я Господь». Бог сказал, чтобы Пасху, это служение, израильтяне научили, передали по наследству и своим детям в последующие поколения. Читаем дальше, стихи с 26 по 28. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и приклянился народ, и поклонился, и пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». Это книга Исход, 12 глава, стихи с 26 по 27. Что такое Пасха, друзья? Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и дымы, и домы наши избавил. Следы крови Агнца в Новом Завете. В Новом Завете тоже проводили это служение. И Иисус Христос тоже говорил о Пасхе, только Он говорит о Пасхе Нового Завета так. Откроем слова Иисуса Христа, это Евангелие от апостола Матфея, 26 глава, стихи 1-2. «Когда Иисус окончил все слова Сии, то сказал Своим ученикам, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие». Это Матфея, 26 глава, стих 1-2. В Новом Завете вместо пасхального Агнца будет предан Сын Человеческий, предан на распятие. Пасхальное служение в Новом Завете. Как проводить служение в Новом Завете? Откроем послание апостола Павла, 1 Коринфянам, 5 главу, стихи 7-9. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, как бы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, закон за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порокой лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам послание, и мне сообщаться с блудниками. Это 1 Коринфянам, 5 глава, 7-9 стих. Здесь Павел говорит, что пасхальное служение во времена Нового Завета не отменяется, но оно изменилось, и теперь нам проводить ее, отвергнув пороки и лукавства, а заменить чистотою и истины перед Богом и людьми. Кровь Агнца очищает нашу жизнь. Посмотрим, что говорит послание к евреям в 9 главе, стихи 13 по 15. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мне пачек кровь Христа, который Духом Святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Это послание к евреям, 9 глава, стихи 13 по 15. Бог нас, тех, кто искренне пришел к Богу с истинной молитвой покаяния и верой в Иисуса Христа, в то, что Он сделал на кресте, был наказан нашей грехи, распят и похоронен, но Он воскрес на третий день. Если приходим к Богу с верой в Иисуса Христа, Бог прощает нам наши грехи, очищает от грехов и исполняет нас Духом Своим. Наполняет нас Духом Святым, и теперь мы, призванные к вечному наследию, и получили то, что обещал Бог, под ведением и присутствием Духа Святого. Мы отмечены печатью Духа Святого, нашим Небесным Отцом. Кровь Тельца в книге Откровения И в книге Откровения говорится о печати, после которой люди, великое множество, стояли перед Богом и благодарили за спасение Бога и Агнца. Это книга Откровения, глава 7 стихи со 2. Но все стихи читать не будем, а выборочно. 2 стих. И в день Господень печать, кровь Иисуса Христа и Дух Святой дает спасение и до конца времен. Дух Святой, которым мы отмечены Богом, проведет нас и через те страшные времена, которые постигнут землю, а в конце времен воскресит всех детей Божьих и очистит во всей полноте для встречи и жизни с Богом Отцом. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. 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 Аминь.